Хей, Марс! Ммм, что тебе нужно, Земля? Если ты разбудил меня из-за того, что ты снова узнал что-то умное, то лучше улетай сейчас, иначе я буду тебя пинать! Я хотел сказать, что ты прав! Я знаю! А насчёт чего? Было бы круто, если бы на тебе была бы жизнь! Нас тогда было бы двое, наши цивилизации дружили бы, летали бы друг к другу, могли бы делиться научными открытиями! О! Наконец-то ты это признал! Я даже прям рад! Впервые такой радостный, что ты хоть как-то обратил на меня внимание! И согласен на тему, что была жизнь! Эмм, привет, планетки! Как у вас дела? Я понимаю, что я тут новенький. Просто мы и суперземляне построили ракету, которая способна сдвигать меня с орбиты, и даже переносить в другие галактики и системы. Вот так я к вам и попал! Чего? А я только говорил, что хочу себе друга такого же, как я! О, нет! Я только обрадовался, что меня заметили, а вы тут начали! Помолчи, Марс! Очень круто, суперземля! Ты теперь останешься у нас? Конечно, нет! Что мне тут у вас делать? Мои люди хотят путешествовать по космосу, так что нет! А как ты получаешь тепло для людей? У тебя ведь должно быть свое солнце, которое греет твою планету! Да! Люди следят за температурой на мне, и мы иногда останавливаемся около горящих звезд, по типу вашего солнца, и греемся! Поэтому я и совершил здесь остановку! Вау! Это так необычно! Можно я буду путешествовать с тобой? У меня, в отличие от тебя, есть кольца, которые собирают мусор вокруг меня! Из-за этого я еще не развалился на части в своих путешествиях! А у тебя таких нет! Еще у меня более умные суперземляне, которые тоже следят за атмосферой Земли, и не дают и мне, и себе погибнуть! Твои пока с этим просто не справятся! Тогда, может, просто поделишься людьми и технологиями? Да заткнитесь вы оба! Весите! Я бы сейчас бы съел планет, звезд... Может, даже какие-нибудь солнечные системы? Эй, братдера! Да, дружище! Слушай, напомни, как там поживает солнечная система, которая еще в Млечном Пути находится? Да все у них нормально, живут как жили! Вот и пообедаю сейчас! Да, Марс, я всегда делаю какие-то научные теории, в отличие от тебя! Хватит уже притворяться мной! Но я был тобой! Нет! Извините, ребятки, но мне придется вас съесть! Что за хрень? Я просто продолжил! Нас съела черная дыра, но при этом мы сами стали черными дырами! Как... Как это вышло? Я сам не знаю, Земля! А кто-то там стоит! Да ну! Солнце теперь тоже черная дыра! В общем, нам надо что-то думать, Луна! Я вообще не знаю, что сейчас с моими людьми! Природой, да и в целом со всем! Даже со временем! Ведь черная дыра искажает время, и получается, теперь во мне время работает по-другому, если оно вообще работает! Хватит уже умничать! Ты задолпал! О, друзья! А вы тут как оказались? Да, Луна, вот такая космическая гонка была! Да, интересно, на тебе люди живут! Уже космос делят! Хей, планетки! Мы тут с Сатурном подумали, и захотели, чтобы мы все стали одной планетой! Чего? Да это ж невозможно! Да и зачем тебе это? Не знаю, нам просто стало интересно, что было бы, если бы мы все стали одной планетой! Докажи, Сатурн! Да, мне действительно интересно! Нам не были бы люди, пустыня и даже сгоревший Марс! Да, не ожидал от тебя такого, друг! Да ладно вам, идиоты! Вы никак не добьетесь этого! Что? Что происходит? А? Что произошло? Земля? Ты? В тебе все планеты! Как это вообще возможно? А вот так! Я же говорил, что это возможно! А вы, идиоты, мне не верили! Чего? Мы еще и говорим в одном теле? Да, теперь вы все можете гордиться тем, что вы такие же спортивные, как и я! О нет, что вообще здесь происходит? Как я вообще оказался среди всех них? Да ладно тебе, Земля! Ты всего лишь среди своих лучших друзей! И теперь, видимо, навсегда! Вот, получилось же! Что? А почему я отдельно? Марс, ты что-то сказал? Почему я не ты? Слушай, а ты не думал, что без всех этих людей твое здоровье было бы намного лучше? Возможно. Но ведь благодаря им я самая умная планета в нашей Солнечной системе. Эй, Земля, ты ведь самый умный? Тогда скажи, что это там? Где? На горизонте событий, блин! Луна, что за глупые вопросы? В космосе, конечно! Не понимаю, о чем ты? Я ничего не вижу. Вот именно! С той стороны ничего нет! Не видно ни одной звезды! Неужели тебе нужно смотреть еще на кого-то? Я же самая красивая из них! Солнце, лучше иди отсюда, а? Ну ладно. А ведь на самом деле там ничего нет. Почему же? А! Это черная дыра! Сейчас съем Сатурна. О нет! Сатурн! Так, а как вообще черная дыра сюда попала? Надо скорее убегать отсюда! Бежим! Что? А почему стало так темно? А потому что я съел солнце! Да пошел ты нах... Земля! Время уже! Хватит спать! А-а-а-а! Ты... Ты вообще кто такой? Ты что, не узнаешь меня? Это же я! Земля-Луна! Какая еще Земля-Луна? Как ты вообще стал Землей? Боже мой, да на тебе даже люди есть! Это еще ладно! Люди, живущие на мне, самые красивые! Держи, это тебе, Земля! Вот тебе мои самые красивые людишки! Только не обзавидуйся! Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха! Что? Тут еще и Земля-Солнце! Тут есть что-нибудь не связанное со мной! Это же ненормально! Где Марс? Я тут! Че ты там меня зовешь? Ты меня достал! Ладно, я понял. Это всего лишь какие-то галлюцинации. Как такое возможно? Ты можешь лучше объяснить, что тебе не так? Да то, что это катастрофа! Невозможно, что вы тоже Земли, и невозможно, что на вас тоже есть люди! Просто как? И вы все между собой нормально общаетесь? Люди не устраивают каких-то скандалов? Ну, твои люди часто ездят на меня путешествовать. Многие даже переехали. Но в целом мы одинаковые. Даже наши люди почти не изменились. У тебя земляне, у меня луняне. И они не конфликтуют? Поветели за мной. Вот он, злодей. Вечно психует. Поэтому с ним никто не общается. А что он сделал? Однажды он напал на Марса, и чуть ли не поверг на него. Солнцу пришлось направить стелучи на Плутон, чтобы оставить ему ожоги. После чего мы изгнали его, и теперь он не девятая планета. Так вроде он и не был девятой планетой. Вы сами ко мне пришли. Это был сон. Фух. Какой сон? Земля, время уже. Хватит спать. ты ты вообще кто такой что не узнаешь меня это же я земля луна какая еще земля луна как ты вообще стал землей боже мой да на тебе даже люди есть это еще ладно люди живущие на мне самые красивые держи это тебе земля вот тебе мои самые красивые людишки только не обзавидуйся что тут еще и земля солнце тут есть что-нибудь не связанное со мной это же ненормально где марс я тут чё ты до меня зовешь ты меня достал ладно я понял это всего лишь какие-то галлюцинации как такое возможно ты можешь лучше объяснить что тебе не так да то что это катастрофа невозможно что вы тоже земли и невозможно что на вас тоже есть люди просто как и вы все между собой нормально общаетесь люди не устраивают каких-то скандалов и люди часто ездят на меня путешествовать многие даже переехали но в целом мы одинаковые даже наши люди почти не изменились у тебя земляне у меня луняне и они конфликтуют полетели за мной вот он злодей вечно психует поэтому с ним никто не общается а что он сделал однажды он напал на марса и чуть ли не повернул солнцу пришлось направить те лучи на плуток чтобы оставить ему ожоги после чего мы изгнали его и теперь он не девятая планета так вроде он и не был девятой планетой это был сон фух какой сон спасибо за просмотр обязательно поставь лайк и подпишись я нуждаюсь твоей поддержки ссылка на телеграм в описании кстати новое видео уже на канале